здарова всем с вами хилхерц и позвольте назвать мне данное видео вся правда об игре хронос before the ashes вы не подумайте что я там какой-то максимально отбитый или максимально умалишенный мы немножечко глубже копнем дабы понять в чем соль скажем так ситуации буквально несколько дней назад я уже делал видео получается о данной игре но на тот момент я не знал всей подоплеки огромное спасибо ребятам в комментариях которые скажем так уточнили и все пояснили да действительно это так и сейчас я вам обо всем постараюсь рассказать получается как мы уже знаем из прошлого видео данная игра выйдет 1 декабря 2020 года и будет являться приквелом к игре remnant from the ashes вот но это еще далеко не все оказывается что в далеком 2016 году уже выходила игра от этой же студии получается gunfire games которая называлась просто хронос вот но из интересного эта игра предполагалась чисто для гарнитуры виртуальной реальности oculus rift вот так вот она выглядит большое спасибо википедии за предоставленные всплывающие подсказки вот ну и получается игра уже хронос before the ashes будет выпущена 1 декабря 2020 года то есть уже совсем скоро для всех доступных платформ и опять же огромное спасибо ребятам в комментариях что предоставили ссылки я потом и сам поискал в общем-то да действительно так оно и есть это вот официальная страница этой игры на gunfire games такая же есть еще на окулусе вот ну и в конце мы немножечко геймплея посмотрим чтобы понимать чего нам ждать вообще получается хронос эта атмосферная ролевая игра в которой рассказывается о том как один молодой герой всю жизнь пытался спасти свою родину от великого зла центре этого квеста находится древний лабиринт хранящий секреты необходимые для восстановления жизни и мира в их доме однако по замыслу архитекторов лабиринт открываться ну короче открываться будет только раз в год лабиринт от испытания каждый раз когда герой тебя предпоражение его изгоняют и ждут год чтобы вернуться то есть как было сказано в трейлере персонаж будет стареть с каждым разом возможно как бы когда он повторить окончательно ну как бы чуть плохой произойдет но мы будем стараться не проигрывать чтобы все было хорошо из интересного что можно сто процентов ждать от данной игры то что она прольет очень много света на какие-то лорные моменты в игре around from the ashes на самом деле достаточно по моему интересно ну и также на ю тубе есть достаточно старое видео датированное первым апреля 2016 года ссылку разумеется на всякий случай оставлю в описании с видеозаписью геймплея как раз таки вот этого вот хроноса давайте поглядим буквально краем глаз как это вообще работает что нам предстоит что я думаю насчет этой игры получается разработчики взяли вот эту вот игру 2016 года немножко ее прикрутили возможно немножко улучшили немножко добавили и что они сделали они просто протонули вот эту уже готовую игру на получается все доступные платформы на самом деле достаточно интересная тема если это будет как минимум неплохо это уже будет как максимум хорошо и сейчас мы наверное немножечко помотаем посмотрим какие-нибудь интересные моменты чтобы возможно встретить каких-то старых противников которых мы уже видели в ремнонте но по сути старых новых вы понимаете вот так тут реализована боевая система то есть какие-то некие противники мы дфм бабаха и мы скидываем их со скалы в принципе ну не знаю на самом деле немножко сомнительно но кто я такой чтобы судить вот посмотрите сейчас на вот этого противника скалопендра по моему такие вот существа были в мире я и ша достаточно забавный ход от разработчиков ну реально только dark souls у вороты только что стамины нет даже озвучка на самом-то деле та же самая вот разработчики хитрецы а ну и получается на самом деле здесь все так же завязано на корнях так что как я и сказал лорных аспектов мы на самом деле должны очень много узнать мне кажется то есть вот здесь история какая-то рассказывается но мы об этом не знаем потому что летсплейщик даже даже озвучка тоже самое потому что летсплейщик все проскипал ну и о чем говорить здесь даже есть эти замечательные кристаллы которые осуществляют телепортацию из интересного можно было бы еще отметить какие-то некие интерактивные моменты то есть на фоне какой-то огромный страж а наши герои пытаются куда-то в забраться в карабкаться в целом прикольно но скорее всего таких моментов в игре не будет либо будет по минимуму потому что это же заточено под VR но опять же могу ошибаться здесь вот достаточно интересный момент главный герой проходит через какой-то непонятный портал и попадает я так полагаю на арену с боссом видос в 720 вы уж извините качество немножко мыльноватая до пиаре все очень дергана посмотрим что будет в итоге ну вот как то так это и было сделано посмотрим что будет 1 декабря надеюсь будет интересно и неплохо огромное спасибо ребятам в комментарии что пояснили о том чё как бы и откуда ноги растут буду опять же ждать ваши комментарии будем обсуждать будем думать ну и в целом если вы хотите посмотреть но ознакомиться больше с игрой то ссылку на скажем так официальный сайт этой игры ну старые игры 2016 года и вот это прохождение будет в описании разумеется так что наверное всем большое спасибо за просмотр счастья здоровья удачи любви ну чтоб все всегда было хорошо и главное не болеть огромное спасибо спонсорам канала а также всем спасибо за просмотр и надеюсь что видео вам понравилось если это так то можете поставить лайк и подписаться это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше также можно нажать колокольчик чтобы не пропустить новых роликов у нас все честно если не понравилось ставим дизлайк в описании всегда есть интересные ссылки также можно посмотреть и другие мои ролики всем всего хорошего счастья здоровья чтобы все у всех было хорошо с вами был хилхердс